x5 в кузове f15 50d x5 m50d вот так проще сказать целая история с этой машиной точнее вот с этим люком какой-то геморрой у нас получается с этими x5 как не смотрим так машина хлам первые поехали смотреть усаженный в салоне кстати если попрошу заметить вставки здесь алюминиевые на прошлом были деревянные и здесь сама вот эта алюминиевая вставка лежит по двери идеально она прям там не зазорами даже миллиметра нет в том x5 который мы смотрели там разбирали по моему панели по этой левой стороне потому что здесь были дырки туда ну даже я бы сказал спичка могла залезть вот эти панели это вечная проблема они забиваются но здесь у нас пробег 87 тысяч семьсот шестьдесят девять и эта панель более-менее нормально хорошем состоянии у нас в отличная комплектация bank and to love some panorama m-rule дигитальная панель у нас еще есть доводчики дверей что хотелось бы ассистенты полос кожаная панель проекта на стекло идет кстати его салон у него намного лучше хотя он и не подготовлен то есть видно на машине дал на панели пыль тут пыль там вот между клавишами но сам по себе он чище чем прошлый автомобиль который мы смотрели в швейцарии 50 и тормоза немного бьют постояла машина конечно чем наша история с этой машины мы приехали сюда первый раз заходим в автосалон и дилер говорит а машина не заводится не знаю что но машина не заводится мы такие нифига себе хочу делать он говорит ну мы ее отремонтируем и тогда можете вы ее забрать у нас модные оригинальные смотрите коврики резиновые от бмв на зиму керамическая аппликация керамическая аппликация некоторые не знают это вот такая вот видите в таком свете есть просто алюминиевый пластик это вот керамическая аппликация ручка и шальдкнауф почему машина не работала вечная проблема интересно она открывается да если вы посмотрите на машин 2017-2018 года они перестали делать вот эту панораму открывающийся вот так вверх она скрывается только здесь просто так сделали ее залила залила прибор в багажнике но этот мозги на и сейчас посмотрим что там вообще в багажнике творится и машина просто не заводилась машину таскали видим на уже на это мы тоже обращаем всегда внимание на крюк потому что если его использовать знаешь машина была неисправность как и в нашем случае была вода в машине да и не матерка да и вот здесь вот видно снизу как велась вода фаркоп тоже они использовались мы кстати он у нас на зимней резине на девятнадцатых дисках и мощные диски но диски так себе с этими арками да они вообще не смотрятся вот на эти сюда 21 нужно смотреть где арка и где диск кстати здесь царапина личная проблема как 30 так и 40 вот смотрите вот здесь вот здесь вот масло постоянно я сколько уже их 5 и их чистых смотрел на этом на этом месте масло подпекает сюда вот я смотрел x6 50d с пробегом 13-14 тысяч там та же ерунда была поток масла 15000 масло бежит что такое если бы у него не было гарантии если бы он продавался у кого-нибудь перекупа да турецкого автосалона я бы его точно не купил да так как здесь есть гарантия я уже понимаю что я два года могу на машине наваливать и мнению отремонтируют любом момент и те 56 кусков которые ты сейчас отдал за этот автомобиль ты их просто так не потеряешь вы не надеетесь то что вы приезжаете в германию и вас тут пристретят с распростетными объятиями немчики таких костюмчиков галстуках хрен там вам машину впарят вам скажут да конечно братан гарантия все есть но если вы не проверите договор а тем более если вы не умеете читать договора то вы увидите там много всяких разных подставных камней короче что у нас по факту получилось у нас машину отремонтировали машина целая не битая ну я думаю забирать сейчас по цене поторгуемся еще и посмотрим что можно сделать вы думали закончилась наша история с бмв x5 50d нет не закончилась знаете в чем дело мы поговорили с дилером оформили оформили хотели мы оформить автомобиль на нас но к сожалению глубокому моему сожалению недоразумению дилер продал автомобиль то есть не наш продавец который был а кто-то из его коллег еще вчера продал автомобиль и мы приехали получается осматривать продан автомобиль через несколько дней через даже неделю мы увидели вот этот автомобиль на сайте мобиль и да и по цене он такой же по комплектацию он так практически такой же здесь нет только ночного видения а так принципе все одинаково сейчас подробнее расскажу по комплектации по истории я считаю лично что хорошо что мы не купили те первые два варианта потому что этот получился даже не 14 года 15 с меньшим пробегом и лучше выглядит чем те восемьдесят четыре тысячи восемьдесят шесть с летней резиной сейчас мы комплект летней резины упаковали отправили вот он сейчас на зимний сзади 315 спереди вам 285 yokohama 275 40 на 20 мощные диски лучшие диски чем ты смотрите у него проставки проставки тоже внесены в документы из первых рук автомобиль и у самого дилера он была зарегистрирована дилера и у него мы забрали и даже смотрите что дилер оставил вешалку даже вешалку не забрал блин но колесами конечно он здесь замарал сзади подогрев сидений череп зоны климат вешалка кстати 150 евро по он стоит это отдельно продается а вот это крепление отдельно продается кузов он целый он не был перекрашен сколов у него минимум кстати по сравнению с первыми двумя вариантами можно было одну прямо прямо усыпано здесь такого нет человек за ним видно что ухаживал смотрел за автомобилем резиновые коврики и я кстати вот такого еще не видео хочу показать в экспертом сколько я смотрел их смотрите сюда вот такой вот коврик внутри здесь есть еще такие как бы нам можно сюда засунуть вот сюда или вот сюда на как бы что-то что-то положить можно очень удобно кстати это было бмв x5 50d на нашем канале за второй вариант за то что он был продан я соответственно не взял за свои услуги потому что смысла не вижу как бы некорректно на машина была продана продавец просто отморозок занятный горит а машина продана как продано мы же все договорились потому что составляем договор машину забираем но и хочу сказать слава богу значит не наша машина была наша машина вот и он намного лучше я считаю ухоженней чище у него кстати по истории у него поменяли уже три инжектора и заменили полностью агр вы видели уже дабы мая 40d который мы осматривали который был сагэра проблема это реально у них проблемы вот в этом месте когда вы смотрите такой да вот здесь мы видим вот это все здесь новое а вот тут сверху и еще три инжектора у него заменили то есть прикинь здесь только разобрать сколько дел это реальная проблема инжектора и и агр на веру полностью вот с этими патрульками но там он трескается короче здесь уже все ремонты ремонтные работы были проведены делать здесь ничего не надо масло нужно поменять или 3000 ну как раз приедет домой из-за меня посещайте канал посещайте страницу instagram до новых встреч пока